Привет, вы на канале Hike and Trip, меня снимает Юля, я Руслан. В Германии 30 мая открываются кемпинги. Наконец-то! И теперь мы можем ходить в походы больше. Но сегодня 29 число, а это значит, что одна ночевка у нас будет в высоких горах. И на самом деле мы не знаем пока что у нас получится. У нас есть планы восхождения и закончить наше путешествие на двух озерах Вахензе и Кехельзе. А что выйдет, давайте посмотрим с нами. Иди сюда, иди сюда, мой хороший. Мы приехали на станцию Эшенлоу, не доезжая Гармиша, с целью изучить баварские придайпы, подняться на вершину Кротенков и взглянуть на величественный цук шпицы со стороны. Первая непонятка. Указатель показывает идти по этой дороге, а комут показывает на развилку чуть ниже, которая идет туда. Но, наверное, будем все-таки следовать указателям. Мы тщательно изучали топологические карты и в итоге составили интересный трек и присмотрели отличное место, где можно поставить палатку. Мы искали непрерывный трехдневный трек, и чтобы он желательно был не очень популярным, с возможностью ночевки без снега на высоте около 1300 метров. А эта альпийская местность как раз собрала в себя всевозможные природные красоты. Итак, наш план на сегодня подняться на вершину Кротенкоп. Высота этой вершины где-то 2000 метров. 2089 метров. Да, подъем на самом деле приличный. Пока мы идем очень хорошо, потому что дорога широкая, пологая, идти удобно, в общем-то, легко. Но мы пока еще не знаем, что впереди. Мы еще далеко от нашей цели. Мы планируем оставить наши рюкзаки в каком-нибудь месте. Предположительно, это в месте нашей, опять-таки, предположительной ночевки. Место это называется Пюстертал. Так что пожелаем нам удачи. Надеюсь, мы быстро доберемся. Отдохнули, пойдем дальше. Нет, не отдохнули. Путь наш привалило дерево. Но это, в принципе, не страшно и вполне себе преодолимо. После довольно продолжительного подъема по пологой тропе мы, наконец, вышли на участок вдоль ущелья и шли уже по его склону. Все эти деревья, растущие на склоне, вид на ущелье и окружающие горы радовали глаз. В начале у меня были опасения, что тропа кажется сложной. Тропа оказалась не только интересной, но и весьма живописной. И, конечно же, не обошлось без моих любимых тросов. Кажется, они преследуют нас почти во всех приключениях. Некоторые участки с обрывами вызывали не только восхищение, но и некоторый внутренний дискомфорт. Хотя на деле все оказалось довольно безопасным. Мы уже ближе к своей цели. Кажется, подходим к поляне. Первой остановке нашей главной, где мы оставим рюкзаки и пойдем совершать восхождение. Надеюсь, видно, там уже торчит краешек домика. И вот такой прекрасный вид на ущелье. Ребята, вот мы и до сюда, на самом месте техника. Последние пять сажочков. Все, мы на месте. Блин, круто. Тут классно очень. Здесь надо такой кемпинг устраивать. Осмотримся. Вот мы и на поляне. Прекрасен вид. Ух ты. Вообще. Ой, там люди сидят. Это, по идее, охотничья осторожка. Это где началось перед восхождением на нашу гору? Ну, не знаю. Может быть. Итак, присядем. Проведем небольшую церемонию обеда. И осмотримся. Нужно где-то еще рюкзаки спрятать. Ух ты. Костер это прекрасно. Особенно, когда дрова есть. Круто. Итак, мы на высоте 1320. Руслан делает нам супчик. У нас закипела вода. Будем заливать суп. И подведем промежуточные итоги. Наш подъем был на 700 метров в высоту. Пришли мы сюда где-то... Ну, в половину, да? Да. В 13.30 мы пришли. А начали маршрут от станции в 10 часов. Вкусно? Вкусно. Вкусно. Хлебцы отличный вариант для похода, кстати. Поэтому суп едим без этого. Но приходится тратить колбаски. Моя литровая кружка. Люди ходят здесь. Где-то 8 человек на поляне. Еще по дороге парочка спускалась. Обычно гораздо больше. Вон еще двое идут. Да, писали на форуме про это место, что оно очень красивое, но не такое популярное, потому что сюда нет канатки. Погодка чуть ухудшилась. Небо затянули тучи. Стало заметно прохладней. Вот. Но мы попробуем подняться. Дальше наверху мы будем выходить на плата. Такое там должно быть очень красиво. Дальше через платы там дальше. Дальше, в общем, восхождение на саму гору. Нужно будет посмотреть по состоянию, по погоде. Ну, дождя, скорее всего, не будет. Но, возможно, просто бессмысленно будет подниматься, потому что хрен-то, что увидишь. Именно по этой причине восхождение нужно заканчивать к 12 дня. Как правило, именно к обеду затягивать тучи. Ищем место для наших рюкзаков. Церковь нас спасет, как обычно, и приютит. Здесь есть такой закуточек небольшой. Вот сюда мы куда-нибудь и положим наш рюкзак. Как-то так. Взяли небольшой рюкзачок на 20 литров. Вот, все, мы готовы. Паспорта, деньги. Набор выживальщика тоже со мной. Всегда берем даже на вылазки какие-то маленькие. Нам вот туда. Мы на пути преодоления перевала. Сейчас дорога начнет забирать вправо. Здесь уже заметно прохладней наверху дует. Пока еще не пронизывающий ветер. Открываются прекрасные пейзажи. Ходите в горы чаще. Продвигались мы уже вечером, и время нас, конечно, поджимало. Юля постоянно смотрела на часы и грозилась развернуться обратно. Ну, а я отвечал, в общем-то, как обычно. Да нормально, тут пройти всего ничего уже осталось. При этом у меня еще практически села батарея на камеру, что еще раз подтверждает правило, что мелочи в походе важны. Вот он, Кротенхофф, оболоченный туманом. Несмотря на то, что буквально до него рукой подать, мы на него не пойдем, потому что нужно возвращаться. После шести нужно прекращать всякое движение, а обратно еще идти, идти. Чуть-чуть пройдем вперед, посмотрим там. Я решил дальше не идти, остановился на небольшом перевале. Просто покажу местную красоту. Это вот оттуда мы поднимались. Вот сюда. Ну, видите, все в тумане. Поэтому один хрен ничего не видно. Но что-то мне подсказывает, что в это место мы обязательно вернемся еще. Надеюсь, погода будет лучше. Мы тебя еще погорим. Погорим. Если не погорим, то покорим. Все, пока. Мы возвращаемся в лагерь. Тогда быстренько-быстренько, козочками. В общем, до встречи. До встречи в лагере. Пока. Я поменял батарею. Мы спустились к лагерю. Ну, как к лагерю. Дело приобрело. Забавный оборот. Там оказалась хижина открыта. Мы такие, оп, интересно. А оказалось, это владельцы этого домика. Я говорю, круто. У них там пивко. На костре что-то жарят. Так что костер на сегодня, к сожалению, отменяется. Зато я у них спросил, могу ли я остановиться наверху. Мы там заприметили классную полянку ровную. Сейчас покушаем вкусно. Попьем чайка горячего. Поставим палатку. И быстро будем тестировать мой новый квилт. Кумулус 350М комфортер. Так, ну что? Наше укромное, неукромное место. Потому что сверху там у нас прекрасно видно будет. Да, надо вот за те кусты. За те кусты. Это что такое? Нет, какая-то... Нет, ну тут красиво, по крайней мере. И трава мягкая. Мне нравится. Классно. Дом был почти установлен. 19.38. Сейчас к 8 уже потемнеет. Надо быстрее кушать. И спать. Находили мы, наверное, невероятное количество километров. 24 километра прошли. Итак, М-маскировка. Накинули пончатент. Там периодически люди ходят, поэтому мы ее немного замаскировали. В общем-то, ничего плохого мы не делаем. Мусора не оставляем. Сейчас уже почти 8 часов. Очень тяжело. У меня все будет. Я есть, хочу ужас. Кстати, примерно я так ожидаю, что будет минус 1 градус. Не, я думаю, 0 будет. Мы затестим наши новые коврики. А я затестю... Два спальника. А, кстати, новое термобелье. Да, да, да. Новые шаны и новая кофточка. Кисонь, показывай наших цыпленочков. Родненьких наших. Вот они. Терморест Neair X-Lite. Классика легкоходного туризма очередная. Мы их приобрели на день рождения. Друг другу подарили, так сказать. Вот, первый раз тестируем. Они, в принципе, рассчитаны даже на зиму. У них air value большой. В общем, классная вещь. Классно ты закрыла под мои эти... Типа скучно вещаю или что? Только что там увидели вдалеке, по вот этой сыпучке ехали чуваки на велосипедах. Это просто жесть. Просто жесть, ребята. Это... Я не знаю. Я люблю, конечно, велик, но... Ну, как вы это делаете? Ё-моё, вы видели эту дорогу вообще? Она вся сыпучая. Там негде проехать вообще. Я даже не знаю, как вы, блин, туда добрались, черт возьми. Че, где-то наша еда? Вот она. Открывай ворота. Нас ждет еда. Сублиматы от Travel Lunch. Немецкого производства. Нам, в общем-то, нравится. Ну, довольно вкусно. Особенно после всяких гала-гала и прочих недосублиматов. Сегодня был интересный, тяжелый день. И у нас все-таки удалось соночевать в Альпах. Да, палатка стоит. Причем это практически официально. У меня, конечно, есть такая фантазия, что пиу-пиу-пиу, тут вертолет прилетит. Вот эти вот огни. Ну, вряд ли. И с рупора. Но в любом случае, дикие ночевки в Германии запрещены. Так что не сильно этим балуйтесь. Мы думали разжечь костер, погреться. Это было бы просто прекрасно. Но... Секунду его. Честно говоря, просто из уважения к местным законам мы этого делать не будем. Потому что... Ну, да, ну... Ну, честно говоря, это свинство было бы. Просто прийти, вот кострище сделать новое. Ну, е-мое, мы же все-таки бережем природу. Сюда коровки приходят. Один сделал костер, второй сделает костер. Ну, потом будут кемпинги здесь устраивать. Оно же как понарастающее всегда происходит. Вставать нам часов пять, наверное. Ну, просто... Честь. Просто реально сюда поднимаются люди очень рано. Пол шестого, я думаю. Чтобы вернуться раньше. Что по поводу сегодня? Сегодня было интересно. Маршрут, вот, мне во всяком случае, на самом деле очень понравился. Мы нормально сюда добрались, до этого места. В принципе, более-менее нормально поднялись до горы. Там просто восхитительные виды. Я бы с удовольствием поднялся бы еще, когда... Видите, здесь какие-то они особенные. Напоминают и сафару какую-то, и сафари, я не знаю, ну, что-то такое более африканское. Здесь красиво и необычно. Вкусно. И вкусно. С горы, на которой мы собирались подниматься, открывается прекрасный вид, на самом деле, на Цукшпицы, на австрийские Альпы. Потому что мы находимся в предгоре Альпы. Ну, вы все видели. Все укутано туманом. Ну, что ж, спокойной ночи. Надеюсь, вам понравился наш сегодняшний день. Очень советую пройти этим маршрутом. Вон, в принципе, можно даже вернуться в город успеть. Да. За 7 часов примерно, если вы такой ходовой человек. Всего доброго. Тогда до завтра. Завтра нас ждет замечательное путешествие в 28 километров до кемпинга. Ну, я думаю, будет интересно. Холодно на улице. Внутри палатки даже лед есть. Вообще жесть какая-то. Давно такой фигни не было. Мне стало интересно, что там внутри. Может, пойдем выйдем на нормальные тропы? Ну, это похоже на кемпинг, правда. И я капец, как надеюсь, что там будет палатка. Ожидание стоило того. 17 евро. И у нас есть кюхен. Вот там вдали, в облаках, скрывается цук-шпицы. Мы так хотели... Мы так хотели жрать, что... Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...